Спасибо вам большое за оценки хода эксперимента, за те предложения, которые вы высказали по его развитию. Следующий наш спикер Рустам Рустамович Сагдеев. Его компания Amal является, наверное, одним из пионеров по развитию партнерского финансирования со стороны бизнеса. Какие изменения вы почувствовали? Стало лучше? Может быть, по-другому? Но что-то же происходит? Добрый день, уважаемые коллеги, гости, участники этой сессии. Рустам Маргалевич. Да, действительно, изменения есть. О них я хотел бы рассказать в сегодняшнем докладе. Еще раз представлюсь. Меня зовут Рустам Сагдеев, являюсь генеральным директором финансового дома Amal. Наша компания работает по принципам исламского банкинга уже с 2010 года. Мы привлекаем инвестиции, в основном от населения, и финансируем клиентов в рассрочку. В основном это малосредний бизнес. В 2014 году мы вышли за пределы Республики Татарстан, и сейчас работаем практически по всей России. Но можно сказать, что мы стояли у истоков развития этой отрасли в регионе, и на данный момент являемся одной из ведущих компаний партнерских финансов в России. За 14 лет работы мы заслужили большое доверие со стороны клиентов, инвесторов, благодаря нашим стандартам работы и построенной системе. С момента основания у компании были успешно преодолены разные экономические кризисы, потрясения, в том числе пандемия. Нас это закалило, мы стали сильнее и теперь готовы делиться своим опытом. В начале своего выступления разрешите поблагодарить Рустама Наргалевича, Банк России, Министерство финансов Российской Федерации, депутатов Государственной Думы за принятие законопроекта и создание условий для функционирования партнерских финансов в России. Со старта эксперимента выделяем значимые результаты, которые положительно повлияли на отрасль партнерского банкинга. Первое, в первую очередь, это появление реестра Банка России, вхождение в реестра ЦБ, подтверждает официальный статус участников рынка. А это, в свою очередь, увеличивает доверие со стороны инвесторов, вкладчиков. Второе, это то, что у компании появилась возможность размещать рекламные материалы коммерческим путем. Да, действительно, может быть, для кого-то это будет новостью, но мы сталкивались с подобной проблемой. Ранее нам отказывали со ссылкой на лицензию о банковской деятельности. По факту, так как мы не являемся банковским учреждением. И этот вопрос с начала эксперимента тоже решился. Третье, это, безусловно, повысился интерес со стороны компании, организации, средств массовой информации. После принятия законопроекта был определенный информационный ажиотаж вокруг партнерского банкинга. Повысилась узнаваемость, увеличилось количество финансов грамотного усиления в части партнерских финансов. Это, да, действительно растет, и это мы чувствуем в общении с нашими потенциальными клиентами, новыми клиентами. Граждане информированы об альтернативных вариантах традиционных банковских продуктов. Создан информационный единый республиканский портал с просветительскими материалами, перечнем продуктов по нормам ислама и организациям их представляющих. Отдельно, это, наверное, то, что касается уже непосредственно нас, это хотелось бы выделить увеличение портфеля. Вот на примере нашей компании с момента вступления в силу законопроекта о партнерских финансах, инвестиционный портфель вырос на 68%. Сейчас он составляет 590 миллионов рублей. То есть такие показатели, они, безусловно, говорят о доверии инвесторов как к нашей организации, так и к сектору партнерских финансов в целом. Портфель по финансированию также вырос, это на 47%, сейчас он составляет 441 миллион рублей. Такой показатель также говорит о высоком спросе на услуги партнерского финансирования и в целом о том, что необходимо масштабировать отрасль. Но в связи с тем, что увеличился спрос на исламские продукты, это обозначило проблему фондирования, то есть нехватки собственных средств и средств инвесторов для финансирования клиентов. Для решения данной задачи мы ведем переговоры с двумя крупными федеральными банками, а также открытые для внешних инвестиций. Сложность заключается в том, что пока банки до конца не понимают механизм финансирования подобных организаций, как наши, но, надеемся, этот барьер тоже будет преодолен. Также для развития отрасли, как сказал Рустам Нургалевич, обязательно необходимо выравнивание условий реализации партнерских и традиционных финансов. В части участия организаций, подобные нашим, в льготных государственных программах, там, например, 1764, льготное финансирование для сельхозтоваропроизводителей, на закуп приоритетных импортных материалов, финансирование, предоставленное зонтичным механизмом, поручительность корпораций МСП и прочими. Также просим рассмотреть возможность реализации материнского капитала в небанковском секторе таким компаниям, как мы. Данный вопрос традиционной банковской структуре в рамках эксперимента отрегулирован. Семьи могут использовать капитал в крупных банках, но нас, к сожалению, пока это обошло стороной, вот коллеги просьба поддержать нас и расширить возможность получения мер государственной поддержки. Также разрешите продемонстрировать короткий видеоролик о нашей работе и достигнутых результатах. Если у нас есть техническая накладка, может быть, мы тогда пойдем дальше по повестке? Да, я тогда, наверное, на этом закончу. Хотел поблагодарить вас за внимание. Хотел также пригласить вас в наш финансовый дом, чтобы воочию увидеть, что это, как это работает. Коллеги с Государственной Думы нас уже посетили, оценили наши результаты. Поэтому надеемся, что тоже окажете нам визит. Благодарю за внимание. Спасибо. Это точно будет лучше, чем ролик. Следующий наш гость, тоже представляющий интересы деловых кругов, Ренат Анварович Едиханов, который также является членом экспертного совета, но одновременно он является еще и представителем делового объединения «Деловой России». Кроме того, у вас есть непосредственное практическое участие в развитии исламских финансовых продуктов. Вы вместе с коллегами участвовали в пилотном выпуске с первого СУКУКа в России. Ваше отношение к тому, что сейчас происходит, как движется эксперимент? Добрый день, коллеги. Рустам Нургалевич, спасибо за предоставленное слово. Одна из главных целей эксперимента – это было привлечение инвестиций. Собственно, как Рустам Нургалевич заметил, для этого необходимо формирование структурированного рынка капитала. Необходимо, чтобы инвестор, придя на рынок, мог, во-первых, выбрать инструменты, которые ему интересны, выбрать сферу, отрасль, эмитента, и чтобы было большое количество имитентов, чтобы инвестор мог войти в процесс инвестирования, выйти, рефинансироваться, перевложиться, диверсифицировать свой портфель. Соответственно, на данный момент...